Страница 498, 4 том Добротолюбия, Святого Феодора Судиты, глава 256, часть 1. Праздники прошли как Рождества, так и Крещения Господни, которые мы сподобились праздновать в честь Господа нашего Бога и в такой крайности нашей. Не печалимся, однако, об этом, но радуемся очень, что за того, кто нас ради себя умолил, зрак раба принял. Мы изгнание терпим и живем в чужой стороне. И что другое значит праздновать, как не прилипляться к Богу через удаление от вещественного и без пристрастия к миру и всему мирскому? Ибо что скажем о тех, которые живут в пустынях, горах и пропастях земных? Не празднуют они. Да, они еще лучше других празднуют в безмолвии своем. Возвышеннее и боголепнее, чем те, которые имеют возможность проводить праздники в утехах, пирах, ястиях и питьях, забывая, что сами себя обкрельщают. Которых потому и Писание окоевает, говоря, «Возвеселитесь на земле и насладитесье! Упитали сердца ваши, как в день заколения!» Ибо таковы ему подобились свиньям, готовым на заклание, которым Бог чрева, и слава их старами. Так что у нас лучше праздники празднуются, если внимаем себе, и достойно нашего звания и исповедания Христа проводим жизнь. Не будем однако ж выпускать из виду, что дни наши бегут, как на конях, и время, как некое кружащееся колесо, одних вводит в жизнь через рождение, а других выводит отсюда через смерть. Не в одном однако ж возрасте, и не в одинаковом благовремении. Но из старцев прежде юнейших, и юнейших прежде старцев, отца прежде чад, и чад прежде отцов, иной раз многих вместо всякого возраста людей. Так благоволил установить Бог, чтобы мы по причине безвестности часа смертного каждочасто, каждочасно уготовляли себя к исходу. Будем же трезвиться и бодрствовать, чтобы смерть, нечаянно настав, не застала нас неготовыми. Раскаемся тогда, но без пользы и плода. Не знаете разве, как в предыдущие дни нечаянно впал я в болезнь? Я в малине вселилась, в ад душа моя. И хотя в настоящее время я поправился, но это, конечно, не навсегда. Должно же будет мне, уже состарившемуся, наконец оставить вас и переселиться к отцам и братьям моим. Только молитесь, чтобы это случилось в полном моем во Христе сознании и с совершенным очищением совести за всю мою жизнь. Тогда, объятые мучениями от болезни, я помышлял и говорил сам себе, если эта мука такова, то какова же будет в будущем веке? Если в эти три или четыре дня не выносим мы страданий, как стерпеть вечные муки? Об этом и вам советую размыслить, и всегда об этом помышляя, жить внимательно по внешнему человеку, со всяким благоговеенством и смиренно мудрием, трудолюбим и терпением, а по внутреннему со всяким хранением сердца, не попуская нашептывать нам и нападать на нас, змея, великому, лукавому и злому, и не делая храма Божия обиталищем страстей, но всячески стараясь чистыми себя представить Господу, еще здесь, прежде будущего века, начать жить блаженной жизнью. Ибо что блаженнее, как жить в мире с Богом чистым сердцем? Чему, однако же, невозможно быть, если не предшествуют труды, молитва, слезы, сокрушения, рвения, горения духа, хотя и при них враг не перестает нападать и возжигать в нас брань. Без предъявления, нечаянные и невидимые. Делает же он это, поскольку видит, что мы стремимся взойти на небеса и сподобиться там радости неизглаголанной. Но как воистину недостойны страдания нынешнего времени, хотящей славе открыться в нас, то все усиленно, всею крепостью, верой и надеждой будем подвязаться так вести брань, чтобы расстраивать все козни демонские, подражаясь со спязающимися на ресталищах, которые так усиливаются бежать, что в конце бега задыхаются и близки бывают к обмороку. Но у них бег часовой и венец тленный. А у нас брально всю жизнь. Почему и венец нетленный, и все другие награды вечные, которые получить, и буди нам благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. 257. Считая жития отцов наших и обозревая их, изумляемся им. И справедливо, ибо воистину дивны отцы наши, потому что во плоти этой ангелоподобно жительствуя со всем бесстрастием, угодили Господу. Но должно не дивиться только им, но и подражать, сколько возможно, и подражать с рассуждением. То есть, киновит подражай киновиту, безмолвник безмолвнику, пустынник пустыннику, «Игумен Игумену», ибо какая польза подражать тому, кто не одинаково с нами чина жизнь проходит, а другого? От этого не только никакой пользы не получим, но встретим и явный вред. Многие по боголюбии, оставив свой чин жизни и устремясь к другому, свой потеряли, а того желаемого не достигли. В доказательство, чего оставят древние об этом сказания, воспомянем то, что в нашем роде случалось. Какую пользу принес так называемому псаломщику восход на столб? Не снесли ли его оттуда выступления? И ныне он ни киновит, ни столбник. Какую пользу принес тот же столб и некоему соприту? Не сошел ли он с него ради православия, но потом не впал ли в ересь, сделавшись предателем, и теперь не самый ли он жестокий в ряду гонителей? Но взглянем и на наше братство. Наш Петр, устаревший в послушничестве и добрый в нем преуспевший, не ушел ли в пустынь, благочестием влекомый? Но как оттуда воротился, и какой имел конец, знаете, видев то своими глазами? Так же амфилохий, еще и теперь живущий, не стал ли сначала столбником, потом затворником, а теперь срамничает, шатаясь туда и сюда. Все это было и бывает по искушению от дьявола, который внушает братья за несвое, чтобы довесть до потери своего. Чего ради апостола вопиет каждый, в звании которым призван братья, в том да пребывает перед Богом. Безмолвником ли призван, нечего тебе думать об общежитии. Киновитом ли призван, нечего тебе гадать о безмолвничестве. Каждый в своем чине угождай Господу. Каждый в своем чине имеет примеры, по которым и должен благоустроять свою жизнь. Ты подражай просиявшим в общежитии. Каким же это? Не древним только святым, но и тем, которые в нашем братстве и были, и есть. Поревнуй блаженному Домитиану, коего вера огненно, по ревнуй блаженному Зосиме, которого послушание нелицемерно, по ревнуй блаженному Марку, который, принимая оскорбление о бесчищении, как добрый почет, умел хранить свое устроение непоколеблемым, по ревнуй Терентию, который, многие годы служа больным в кухне, никогда не поддавался малодушию и не уклонялся от труда, но даже когда предлагали ему перейти на другое послушание, не соглашался, желая лучше злострадать в обычном своем послушании. Поревнуй другим братьям, многим отличавшимся в своих послушаниях, которых имена в книге жизни. Вот кому подражай, а не пустынникам. Пусть пустыни и горы останутся для Авы и Аники и подобных ему. Ты же возлюби послушания и своей воли от течения. Тот в настоящее время не терпит гонения, а ты гоним за правду. Тот не заключен в темницу, ты же в темнице пребываешь Господа ради. Тот не бит, а ты потерпел побои за Христа. Все такое тобой претерпенное несравненно выше покойного пустынного пребывания. Скажу нечто о себе самом, я смиренный. Поскольку я недостойно поставлен во главу вас, то оставит ли мне настоятельство и удалиться в пустынь, или начать другой, какой представится род жизни. Но так поступать не свойственно ни главе, ни пастырю, который душу свою должен положить за овец своих. Да и вам не подобает, не замышлять, не делать что-либо иное от того, что вы теперь есть. Ибо от этого бесплодие не строение на предлежащей жизни, а от терпеливого пребывания в порядках заведенной послушнической жизни всякое благоплодие духовное. Почему всякий, как Бог ущедрил его и как Господь позвал, так пусть ходит, как жительствует, так благоугождает Господу, да сподобится услышать, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господа твоего. 258. Ничего нет блажения нашей жизни, ничего нет возвышения нашего жительства. Если только как называемся, так и живем, а не противно имени имеем жительства. Монах есть тот, кто на единого взирает Бога, Бога единого желает. Богу единому прилежит, Богу единому угодить старается. Мир имеет к Богу и мира между другими и виновником бывает. У кого же этого нет, а напротив есть рвение, зависть, разделение, тот слеп есть, который забыл о ощущении прежних своих грехов, смежил очи свои, как написано. По какой же причине я это сказал, знаете, вы виновные? И говорю, что не для того сделал это, чтобы опять огорчить вас, но чтобы утвердить вас на будущее время, не впадать в те же погрешности. При отцах наших не принималось оглаголоние, но услышавший оглаголоние или уши затыкал, или оглаголонное обращал в добрую сторону. Ныне же мы легко открываем слух оклеветающим, и слушаем его с таким желанием, с каким никогда не слушали возглашаемых в церкви чтений. При отцах наших ничто не говорилось непреподобно, но всегда тихо и чинно. Ныне же говорят с гневом, криком и искажением лица. Чего что может быть безобразнее? При отцах наших не было ропота, но каждый принимал с благодарением, что давалось. И от этого горькое было сладкое, неприятное, приятно. Ныне же мы ропщим, осуждая то и это не только сами в себе, но и при всех, чтоб побольше наделать ропотников и побольше Бога приогорчить. Не подобает этому так быть, братья мои, не подобает. Не монашеское это дело, и немал грех, грех осуждения и досаждения, ибо сказано, что досадители царствия не наследуют. Но и роптать немалый грех, как написано. Ни ропотники, и никто из них, израильтян в пустыне, кто роптал, которые погибли от всегубителя, не вошли в обетованную. Ибо и слове немалый порок, ибо написано, всякое слово гнил, да не исходит из уст ваших, но только доброе, к назиданию вере, да даст благодать слышащим. И не оскорбяйте Духа Святого Божия, которым запечатлены в день избавления. Не видя, чем угрожает апостол, тем, чтобы и слове мы Духа Святого прогнивляем. Или не боимся, что в день суда должны будем дать отчет во всяком слове праздном, как сам Господь сказал. Почему же после этого не вникаем в себе? Почему не готовимся быть в добром порядке перед тем, что имеет постигнуть нас? Тебя разбранили. Перенеси великодушное засаждение, подавишь в себе огорчение, как делал святой Давид в метоксе, говорит, и не глаголах. Солом 76, 5. Оскорбление таким образом пройдет, а добродетель твоя пребудет вовеки. Пища предложена не такая, какой тебе хочется. Благодари и за ту, какая есть, ибо что ты осуждаешь, почитая нехорошим, того другие желали бы хоть отведать. Притом, если не будем встречаться с нами, что подобное, то чем же докажем мы свою послушливость? Что и хвалиться ею? Ибо ни воздержанием, ни бдением, ни спанием на голой земле, ни другим каким подвигом не можем мы оказаться так благоискусными в житии, как отсечением своей воли этим ученичеством, неразлучным скиновийной жизнью. Отложите же всякую злобу, всякую лесть, лицемерие, зависть, все клеветы, как заповедал святой апостол Петр, как новорожденные младенцы, словесное, а не лесное молоко возлюбим, да возрастем от него во спасение, если вкусили, что благ Христос Господь, если желаем жизни вечной, если не отказываемся следовать добрым внушениям, если не утомляемся и не падаем в духе, всегда возвращая себя от погрешений и падений, ибо таким образом, бывая благоискусными, сподобимся, несомненно, жизни вечной во Христе Иисусе. 259. Как жаждущие хотят пить и алчащие есть, так должны мы вожделевать слышание Слова Божия, ибо от слышания Его мы приобретаем весьма многое, из беспечных становимся ревностными, из ревностных ревностейшими. Какое же ныне слышится к нам Слово? Так, говорит, возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и не просто дал, но дал до смерти и смерти крестной. Как? Мы были порабощены дьяволу прислушанием Адамлим, обладаемой смертью, проданной под грех, повинной тлению. Пришел Единородный Сын Божий, давший Себя в искупление всех, и не только избавил нас от власти смерти, но а мы у нас от грехов наших крови и Своею, соделал наследниками Царствия Своего, как написано. Видишь крепкую и сильную любовь Его, видишь безмерную милость человеколюбия Его, как не постижимы милости Его, и как не исследованы щедроты Его, которые богато излил Он на нас через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Что же скажем на это мы, бедные, и что подумаем? Возвратимся ли опять на грех? Возжелаем ли рабство? Изберем ли бесчестие, тление и осуждение? Да не будет. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Или не знаете, что все вы во Христа Иисуса, крестившиеся, в смерть Его крестились? Мы спогреблись Ему крещением в смерть, чтобы как Христос восстал из мертвых славы и отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Будем же, братья, ходить во обновлении жизни, как и обещались, снова и при приятии схимы. Будем жить в правде и преподобии, как подобает святым. В мире и единомыслии, в честности, в благородстве и в благоговении, во святыне и бесстрастии, не увлекаясь прежними в неведении нашим похотениями. Но как от огня, убегая от прежних пристрастий, утверждены бы в накамне веры нашей? Вот что есть обновление. Что же ветхость? Сласть греховная, кое был уловлен пратес наш Адам, взялся изгнанником из рая и подпал подвига настоящей многоплачевной жизни нашей. Зависть, которую, возгордевшись, Каин убил брата своего Авеля за предпочтение даров его, после чего с тенящим и трясущимся был он всю жизнь свою. От этих двух страстей нещетное число зол вошло в мир. Отсюда потоп, истребивший все живое на земле, отсюда горькая участь Содома и Гаморры, огнем и жупелом серою, в пепел обращенных, в показания нечестия их. Видите, что наделал грех и похоть от честь с гордостью житейскую. Но, как сказано уже милости Божией, мы, воззваны, улучили свободу, востекли к сыновлению. Будем же стоять в свободе, в которой освободил нас Христос и в славе, коею нас прославил Он. Сохраним себя от всего суетного, отвращаясь, и все ради Христа ни во что вменяя. Безчестия почитаю честью, скорбь радостью, рану наслаждением, гонение блаженством, смерть жизнью, как почитали и ныне поминаемые святые отцы наши и братья, которых имена в книге жизни. Так жительство и мы здесь явимся, как светило в мире слово жизни придержаще. В будущем же веке Царствие Божие наследниками быть сподобимся. 260. В эти дни, когда прочитывается жития святых отцов наших, какую великую подчерпаем мы от того пользу. И какого радования причастны бываем, и сказать нельзя. Ибо что, скажи мне, слачаи, как обозревать бессмертные их деяния, чудеса и победы над бесами. Мне кажется, что даже камни чувствуют эту пользу, а не только разумный человек. От этого просвещается ум человека, отлагая омрачительные мудрования плоти. От этого душа умиляется, воспаряя к божественной любви. Истиннейше можно сказать, что это, то есть собор святых, Божий рай эдемский, не вещественными растениями, а духовными разнообразными плодами, наполненные и красящиеся, где благухает дыхание жизни, где змей не уязвляет, а язву получает, не изгоняет, а изгон бывает, как и подобает. Если Царствие Божие внутрь нас есть, то не погрешит, думаю, кто назовет Царством Небесным святых, на которых почив всеблагий Бог, как какой Царь щедролюбивый, раздает дары рабам своим. Что мне после этого Царства земные, что суетная словишка и чрево, обреченное на упразднение, что златое и серебро, и светлое одеяние, и всякая другая суетность. И сравнений никакого не стоит все это, как сопоставление света со тьмой, и жизни со смертью, и истины со сном. Если же все это так есть, будем радоваться радости неизглаголанную и преславную, что улучшили лучшую часть и что стали принадлежать к роду избранному, сияющему небесным благородством. И не только радоваться будем этому, но и поревнуем подражать их добродетелям настолько сил достанет, чтобы явно было, что не пустое имя носим, образ только благочестия имея, силы же его отвергшись. Как в аптеку приходя, всякий по своей болезни избирает врачество. Таким же образом и мы, желая добре подражать святым, будем избирать примеры, какие каждому сродны по его жизни, и таким образом подчерпать из их жития пользу себе. Я недостойный буду смотреть на достойно пасторствовавших, экономно, верно и разумно экономствовавших, келарно-рассудительный и добросовестный келарствовавших. То же самое пусть думает канонар, гостиник, повар, трапезарь и все прочее, какому послушанию кто-нибудь представлен. Примеры добрые на всех найдутся, если захотим видеть их и подражать им. Да не будет же ни у кого никакого непослушания. Как только позван, тотчас являйся. А говорить немного подожди, я явлюсь, особенно эконому, не безгрешное и не недостойное осуждение дело. Никто также не отказываясь от своего послушания, но благопокорно исполняя его хоть бы и смерть. Это будет настоящее монашеское совершенство. И ропотлив никто не будь, осуждая наше место, как не имеющее того и этого. Таковой повинен суду возроптавших в пустыне, которых пагубо изумительно. Но кто это такие? Невежды, нетерпеливые, младенцы умом, недостойные даже того, чтобы дышать воздухом, а не только получить столько утешений. Впрочем, всеблаги Бог наш неразумных добразумит, разумных да умудрит более и всех да спасет царствие своем во Христе Иисусе Господе нашим. 261. Из людей одни ублажают богатство, другие власть, те успехи, эти наслаждения. Но из этого ничто не достойно ублажения, потому что ничто не пребывает навсегда, но гибнет вместе с настоящим веком. Но и здесь это многих недолго утешает, но лишь показывается и тотчас исчезает, как сон. Одна добродетель достойна ублажения, как вечно пребывающее обладание, соделывающее обладателей своих блаженными. Вспомним, сколько от века было властителей и утешников, и ни единого из них память не есть похвалою, а добродетельных слава неугасима. И это видно из того, что мы делаем. Вчера мы ублажали святого Златоуста, ныне ублажаем преснопамятного Ефрема, завтра будем ублажать другого святого. Таким образом, они как святила в продолжении года один за другим воссеевают на тверде церкви, в памятях о них, отверзают уста наши к прославлению их и освящают наши по Богу стопы. Верно потому священное слово их же предузнал тех и предуставил сообразным быть образу сына своего, да быть ему первородным во многих братьях, о которых предуставил тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же скажем на это? Мы разве не причастны такого звания и славы? Конечно причастны. И нам смиренным не чужды и жизнь крестоносная и цена блаженства, так как мы до нынешнего часа терпим гонения, кроме предшествовавших подвигов доброго исповедания. И о, коль дивна сила добродетели, и что дарует она тем, которые строго держатся ее? На это здесь. Что же в будущем веке? О, кто может изобразить то блаженство и славу ту? Господь так говорит об этом. Тогда праведники просветятся как солнце. Как он сам есть солнце правды, то обетовал, что и праведники как сообразное с ним. Возблицает солнце видно, как утверждает апостол, потому что с ним страдаем, то с ним и прославимся. И как вымолил у отца сам Господь очи, которых ты дал мне, хочу, чтобы где я, там они были со мною, да, видят славу мою, которую ты дал мне, как возлюбил меня прежде создания мира. Видите, куда мы отойдем, где есть Христос, одесну и Бога сидящий, где радость и веселье, где хор расстояния ангелов и церковь первородных на небесах написанных, где одного с нами чина, сущие братья и отцы, туда отойдем мы спустя немного и там начнем веселиться с тем, кто владычеством своим владычествует над веком, как поет блаженный Давид 65-7, не над веком с тысячу или десять тысяч лет, но над веком не стареющимся и конца не имеющим. И к этому кто доволен, тот, кто столько ревностен, что весь день и всяк час трезвится и бодрствует, чтобы не воздремать душою, ибо при таком дремании страсти, как звери нападают на нас и овладевают душою, пока же мы пребываем на страже и бдим над собою, да то ли не окрадет хищник, не похитит змей. Итак, бдеть надо и обозревать умом сказанное перед этим, равно как и противоположное этому, муки, которые угрожают противящимся воле Божией, огонь неугасимый тьму кромешную червя неусыпающего и все другие, чтобы, бывая исполненной объятой такими помышлениями, могли мы миновать все эти вражеские и безукоризненными перейти отсюда и улучшить царство небесное. 262 Всегда наслаждаясь благодеяниями Божиими, всегда и благодарить Его должны мы от сердца теплого в молитве напряженной, ибо посмотрите, какое и ныне благодеяние, когда вынуждены были мы убежать, боясь агарян, не пропитал ли Он нас, как в пустыне, в том месте, куда мы были отброшены, и это в продолжении многих дней, не отверзли Он нам потом дверь упокоения здесь, где и храм прекрасный, и обиталище благоприличное, тот же, кто приял нас, и единодушный нам брат. Сколь велико попечение о нас, Божие, что бы надлежало сделать, и Он не сделал, в продолжении самого бегства нашего доставил Он нам хлеба, вина, рыбы и прочего потребного, сколько требовалось, и даже более, чем требовалось, так что изумлялись видящие то. За все такое не просто благодарить, но и души свои до крови положить долженствуем мы, бедные. Почему, прошу, вожжем себе любовь к Нему крепчайшую, прилепимся к Нему всецело, и воздадим любезнейшее Ему воздаяние. Какое же воздадим Ему воздаяние? Будем жить и здесь во славу поклоняемого имени Его, чтобы и на нас исполнилось сказанное им. Так да просветится свет ваш пред человеками, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего небесного. Негде говорит и апостол Богу благодарение всегда победителем нас творящим во Христе Иисусе и благоухание разума его являющего нами во всяком месте, ибо мы есть Христово благоухание Богов во спасаемых и в погибающих. Видишь, что добродетельны есть благоухание Христово, где бы он ни жил. Добродетели по естеству своему не такова, чтобы укрываться, но проходящий ее всем делается явен. Так как и написано, не может город укрыться наверху горы стоя. Город есть душа человеческая, гора высота добродетелей, на которую востекает все востекшие сияет, как светило в мире, слово жизни придержащие в похвалу себе самим в день Христов. Взойдем же, братья, и мы на святую гору эту. Но взойти туда мы не можем, если наперед не оставим дольнего, то есть пожеланий плоти и помышлений, и погибельные удовольствия здешней жизни, от которых удаление есть восхождение к добродетели. И так да очистится сердце от скверных помышлений, да уцеломудрится око смотреть право, да затворится ухо от слышания злого, да запретится языку говорить суетное, да удерживается рука от прикосновений неподобающих, да направится нога на путь мирен, все члены да обучаются соответственно добру и да освещаются благообразием Христовым. Царь земной благосклонно приветствует того, кто прекрасен и украшен телесно. Царь же небесный благоволит к тому, кто благоукрашен в духе, хотя по видимости он нищ, слеп, хром, и другие имеют видимые недостатки, почитающиеся у людей презренными. В этом разуме неблагородные бывают благородны, бесславные славны, нищие, богаты. По этой же причине блаженные апостолы из рыбаков явились лицами начальственными по всей земле. Отсюда святой Антоний, не проходивший наук, был премудрием мудрецов. Отсюда, заимствую пример ближе к нам, наш фадей, скиф и раб, как, знаете, востёк на высоту исповедания Христа и славным сделался в мире. И, о, неизреченное к нам человеколюбие благого Бога нашего, какой удобный даровал он нам вход к себе, ибо для этого не требуется ни посредник, ни деньги, ни ожидания благоприятного какого-либо случая, но только восхотеть надобно, и всё сделано. Итак, желаешь ли быть великим на небесах? Избери здесь быть последним. Желаешь ли Сыном Божиим нарисчись? Умиротвори душу от страстей. Желаешь ли очами Божьими быть зримым? Возьмись за правду. Но ксим, кто доволен? Охотно приемлющие учения, любящие делать правду, стремящиеся обогатиться небесными благами. Но буди и нам, исполняя в таком настроении животворные заповеди, улучшить царствие небесное со всеми святыми во Христе и Иисусе Господе нашим. 263 Как исполняющие послушания, так и распоряжающиеся послушаниями должны со всем вниманием и усердием подвижнически исправлять своё дело. И эконом, и подэконом, и киларь, и повар, и трапезарь, и всякие другое, какое делающее дело, чтобы не подпасть грозной клятве гласящей, проклят человек, делающий дело Господне с небрежением. Иеремия 48, 10 А напротив, чтобы наипаче достойными садилось благоволение Господа, который сказал, кто есть верный, раб и мудрый, которого поставил Господин его над домом своим, блажен раб тот, который пришед Господин его, найдёт поступающим так истинно, говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Видишь, какую и сколькую честь даёт он добре служащему. Всевышно. Всевышно. Субтитры подогнал